Привет, сейчас мы будем делать пакет трейсер 11.2.4.5. Для этого скачиваем инструкции, сохраняем их, сохраняем на компьютер и открываем в Adobe Acrobat Reader. Здесь у нас есть синие поля, в которые нам нужно будет вводить ответы. Например, нам нужно заполнить таблицу и ответить на вопросы. Вы отвечаете, сохраняете потом этот PDF-файл и отправляете его вместе с pka-файлом, который я сейчас скачиваю и открываю в пакет трейсере. Вот он у нас загружается, сейчас откроется. Вот он у нас открылся и здесь не появилось окно ввода имени. Поэтому нажимаем Options, User Profile и здесь вручную вводим имя. E-mail И дополнительную информацию. Подтверждаем. Так, сейчас я расположу удобно для себя. Вот. Смотрим. Нас просят настроить компьютер и маршрутизатор. У нас есть таблица, у нас есть инструкция, все очень просто. Поэтому просто настраиваем одно за другим. Просят настроить на pka IP адресацию. Заходим в pka, desktop, IP конфигурация. Копируем из таблицы IP. Маска, она автоматически не вставляется правильная. Поэтому копируем. Так. Ох, лучше вручную буду вводить, а то это копирование. Оно просто из таблицы, неудобно копировать, очень сложно. 10, 10, 10, 1. Закрываем. И видим, что у нас появилось 15 баллов. Можем нажать check results. И посмотреть assessment items. Что у нас pka полностью настроен. Теперь нам нужно настроить маршрутизатор. Для этого заходим в pka, терминал, нажимаем ok, enter. И вот у нас окно настройки нашего маршрутизатора. Так. Настройте IP адресацию на RTA. Для этого enable, configure terminal. Так. Сейчас у меня пошло translating. Чтобы это остановить, нужно нажать shift F6. Или shift 6. Так. Секунду. Ctrl 6. Ctrl F6. И ничего из этого не работает. Нет. Ctrl Z нет. Например, если у вас появляется такая ошибка, как у меня. Если вы, например, опечатку сделали, и она пытается translating этот запрос сделать. Можно нажать Ctrl Shift F6. Ой, Ctrl Shift просто 6. Ctrl Shift 6. Нажать сюда. Появляется черточка. Ctrl Shift 6. И оно останавливает этот запрос. Можно настраивать дальше. Enable. Все. Дальше настройте IP адресацию. Укажите имя узла. Выходим сюда. Host Name RTA. Зашифруйте все открытые пароли. Service Password Encryption. Можно это сделать до того, как вводить пароли. Это просто команда шифрует пароли, даже если они появятся после ввода этой команды. Дальше. А, у нас здесь написана эта команда. Установите надежный пароль. Это у нас имеется в виду пароль привилегированного режима. Поэтому EnableSecret. EnableSecret. И вводим любой пароль на свое усмотрение. Я чтобы, если какая-то ошибка, просто введу, например, такое. Но тут просят придумать надежный пароль. Так что придумайте надежный и гнаты себе запишите. Далее. Установите доменное имя rta.com. Вот у нас команда IP Domain Name. Вводим IP Domain. Можно нажать Tab, но у нас здесь не работает. С этой командой именно Domain-Name и rta.com. Все. Доменное имя мы настроили. Создайте произвольного пользователя с надежным паролем. Вводим User. Нажимаю Tab, у меня записывается в самом. Потом имя пользователя rta, например. Пробел. Теперь пасворд. И пароль. Например. Например, тот же пароль. Вводим имя. Точнее, команду User.Name. Потом имя. Потом команду Password. И пароль. Можно писать здесь не Password, а Secret. Тогда у нас будет сразу зашифрованный пароль. Далее. Настроили пароль. Создаете ключ RSA длиной. Поэтому. Здесь опять же есть команда. Crypto. Окей. Generate. Tab нажму. Generate RSA. Enter. И здесь нас просят указать количество бит. Вводим 1024, так как нас просят ввести именно это. Стоп. 1024. Подтверждаем. И у нас все настроено. Вот. Далее нужно. Login. Block. For 180. Отем. 4. Виз. 120. И эту команду скопирую, чтобы не писать. Правой кнопкой вставлю. И введу. Все. Это мы задали блокировку на логин. То есть, если у нас после 4 попыток за 120 секунд выйдут неправильно, у нас будет блокировка на 180 секунд. Далее нам нужно зашифровать line VTI. Для этого line VTI. Точнее, нас тут просят не зашифровать, а настроить его. Поэтому мы вводим 0.15, так как это максимальное. Можно 0.4 вводить, как здесь. Просто у нас проверка по 4. Берем, но всего их 15. Вводим. Задаем transport.input. Transport.input. SSH. Ставим. И. Login. Local. Чтобы у нас нельзя было удаленно заходить с этих портов. И дальше нужно сохранить конфигурацию в nvn.ram. Для этого выходим сюда. Можно выйти еще раз в привилегированный режим. А можно просто записать. Do. Copy. Run. Start. Running Config. Startup Config. Нажимаем Enter. Нас спрашивают подтверждение. Подтверждаем. И все. Видим, что у нас 100%. Можно нажать Check Results. Assessment Items. И здесь у нас везде все правильно. Если у вас что-то здесь неправильно, просто посмотрите, что. И донастройте. На этом все. Пока. Продолжение следует.